— Значит, смотрите, я метался, о чём сегодня поговорить. С одной стороны, вроде народ хотел продолжения банкета и программирования нашёл, например, интересную тему. Кстати, вопрос к присутствующим. Интересно ли, тем программирования нашёл, хотим ли мы в рамках этого спецкурса об этом разговаривать? Ага, видимо, не очень. Да ладно. Ну, давайте подумаем, потому что у нас же всё-таки такой для вонобили-инуксоидов курс, поэтому мы должны всё немножко потрогать. Потом, очевидным продолжением был бы разговор про процессы и права доступа, но там есть один момент, который я хочу доточить немножко и сделать более внятным. Вот Арсений мне обещал помочь, а пока что я не готов рассказывать. Я не очень вижу себе план. Ну, короче, я подумал-подумал и внезапно решил, внезапно решил, так, это питон, внезапно решил рассказать про пакет. Совершенно неожиданно, потому что это, в принципе, предполагалось рассказать в конце. Но, с другой стороны, обычно это так и бывает. Вот ты начинаешь пользоваться там какой-то операционной системой, сначала ты пользуешься тем, что там есть. Потом ты доходишь, что там нету гораздо больше, чем есть, и то, которое нету, это нужно устанавливать или что-то такое. Вот. И очень хочется научиться этим пользоваться ещё до того, как ты до конца понимаешь, как всё работает. Потому что ставить программное обеспечение, например, хочется увидеть сразу. Вот. Значит, тем не менее, я попробую рассказать достаточно занудно, чтобы было действительно понятно, как это всё осталось. Прежде чем достаточно занудно рассказывать про сами пакеты, хочу такое сделать забегание вперёд, то есть рассказать про то, почему вообще то, о чём сейчас я буду рассказывать, чему вообще это возможно. Вот. Это одна из последних лекций. Будет на эту тему про свободное лицензирование, открытую разработку, вот это всё. Смотрите. Когда я был... Короче, в прошлом тысячелетии было модно продавать на рынке такие сидюки с надписью «Весь софт для Windows». Вот. И там был весь софт для Windows на одном сидюке. Ну, может быть, на двух. Ты его покупал за 75 рублей, как сейчас помню, и у тебя как бы все-все-все-все-все какие-то программы, которые, значит, могут тебе понадобиться для этого самого Windows. Потом, когда, значит, я сотрудничал, писал экспертизу для управления R борьбы с экономическими преступлениями, мы очень долго с майором, который этим занимался, на этот счёт беседовали. Он говорит, там мутная вода, и вообще, говорит, нас это не интересует, нас интересуют исключительно вирусы и вредоносные программы. Но, в принципе, тебя могут просто взять, вот, за весь этот контрафактный софт и прям всю стоимость, которая там есть, тебе впилить. Так было в 90-х. На мой взгляд, это довольно естественный для человека подход, когда у тебя есть куча разных программных продуктов, вернее, когда у тебя нет кучи разных программных продуктов, но ты можешь ими попробовать воспользоваться. Потыкать в одно, потыкать в другое, потыкать в третье. Особенно, если человек компьютерно ориентированный. То есть, если у него в области интересов, в области мотивации, компьютеры сами по себе тоже лежат. Понятное дело, что человек, там, художник, и он выучит какой-нибудь один инструмент, и через два года будет считать, что это самый лучший в мире инструмент, никого другого не надо, а если выпускается новая версия, она обязательно хуже, потому что она чего-то не умеет. А если человек компьютерно ориентированный, ему сам процесс разбираться в этом всем тоже доставляет удовольствием, это тоже интересно. То есть, алгоритм такой, грубо говоря, понаставить вот этого софта, ну, и если ты еще и зануда, и, как сказать, в достаточной степени перфекционист, то потом повыбрасывать все, что не нужно, а если нет, то оно так и останется. И это довольно часто ты приходишь, человек такой, зоопарк страшный, машина. За что я, собственно, люблю Linux? Ровно за это. За то, что вот, когда мы имеем дело с пакетной базой Linux, там действительно вот эти десятки тысяч каких-то пакетов, какого-то программного обеспечения, которые, в общем, непонятно, зачем нужно-то. То есть, непонятно, зачем хоть кому-нибудь оно может быть нужно, но и нет, оно есть. Значит, кто-то собрал, кто-то сделал. Почему так? Значит, пункт первый. Это так, потому что подавляющее большинство, а в некоторых дистрибутивах полное, того программного обеспечения, тех пакетов, которые вы можете ставить на свою или инвеструю систему из общего хранилища, свободно лицензированы. То есть, не просто их там разрешено скачивать и ставить, а вообще свободно. То есть, распространяется под свободной лицензией, значит, которая позволяет вам беспрепятственно использовать программу, беспрепятственно ее изучать, беспрепятственно вносить изменения и распространять, значит, ее саму и также измененные версии. Все это безо всяких, безо всяких ограничений. Вот. И это, в свою очередь, означает вот что. Что мы можем взять весь этот софт, особым образом оформить, таким образом, чтобы в рамках нашего дистрибутива был унифицируемый способ установки, удаления этого софта. Унифицированный способ хранения, ну, как бы, вот, после установки, да. То есть, какой-то общий дипломет разработать. И сделать из некого программного обеспечения, которое, в общем-то, пишем не мы, нечто под названием пакет. То есть, таким образом, оформленный софт, который можно прям вот унифицированным способом ставить, удалять, обслуживать на своей машине. Вот. И это следствие, как раз, свободного лицензирования, следствие того, что вы можете с исходным кодом, да, в общем-то, и с бинарным свободной программой делать вообще, что хотите. Вот. Следующая общая идея состоит в том, что, поскольку лицензирование, ну, как бы, свободное лицензирование не живет, не существует без открытой разработки, как правило, если уж кто-то делает бизнес на свободном софте, да, на свободных лицензиях, то он рассчитывает, что к нему придут в помощь люди, помогать ему разрабатывать, да. То есть, как это вообще работает, да. У нас есть комьюнити, комьюнити состоит из людей со всего жимного шара, вот, это просто те люди, которым нужно, чтобы программа работала. Нужно. И они, как бы, вкладывают свои ресурсы в то, чтобы она работала, там, программистки, как правило, да, иногда организаторские. Так вообще, в принципе, устроен свободный софт, да. Где свободное лицензирование, там и открытая разработка, потому что, ну, это главный бонус, главный метод в этом. Для устроителей дистрибутивов, да, для комьюнити, которые занимаются Linux'ом и конкретным дистрибутивом Linux, из этого бонуса есть следствие. Мы можем не просто брать какой-то сторонний софт, его заворачивать в наши пакеты и в таком виде раскладывать. А, кстати, есть дистрибутив, называется Arch Linux, где ровно такая идеология. Мы как бы арчевики, они целиком за сборку как можно более аутентичную авторской, как можно более аутентичную обстриму, чтобы вот как можно меньше вносить исправлений в обстрим, а если вносить, то обстримить их, то есть ты что-то исправил, отправил в обстрим, добился, чтобы эту ошибку там принял, чтобы она в исходных от ваших. Вот. Но, в принципе, даже в Arch Linux'е это не совсем так, а в подавляющем большинстве дистрибутивов это совсем не так, потому что для того, чтобы пакеты хорошо работали и из них можно было состряпать хорошую операционную систему, было бы неплохо, чтобы кто-то, он называется Монтейнер, то есть человек, который отвечает за сборку данного пакета в данном комьюнити, в данном хранилище, его немножко поковырял, во-первых, доработал сообразно тому полисе, тому той дисциплины оформления пакетов, которые приняты в данном комьюнити, а во-вторых, возможно, поправил какие-то странности, которые он, Монтейнер, считает багом. То есть на самом деле там Upstream этот баг не считает, ну подумаешь, не знаю, при открытии, допустим, такая простейшая штука, при попытке открытия файла сначала показывают корень операционной, корень файловой системы, а Монтейнер взял, поправил и сделал так, чтобы сначала показывал домашний каталог, ну грубо говоря. Вот Upstream это вообще не считает проблемой, потому что Upstream запускает свою программу с подрута, с правами суперпользователя, а Монтейнер считает, что эту программу нельзя запускать с правами суперпользователя, и вот такие вот вещи. Вот. Пункт номер три – это интернеты. Интернеты, которые за последние 20 лет, которые за последние 20 лет из, в общем, 30, я бы сказал, из уделов, в общем, таких фриков или, наоборот, продвинутых людей в области компьютеров сделали абсолютно доступны всем и эта доступность, с одной стороны, обеспечивает процесс открытой разработки, потому что я сказал, в комьюнити много людей как бы из разных уголков земного шара. Вот. А во-вторых, сам жизненный цикл программного обеспечения при наличии информационной связности очень сильно изменился. В первую очередь, очень убыстрился. Свободные продукты, нормальные, успешные свободные продукты, выходят там минимум три раза в год. Там тот же LibreOffice, а тот и чаще. По часу, так LibreOffice выходит вообще там, ну, иногда там недели не проходят, как что-нибудь такое улучшено. Вот. Потому что там, ну, серьезные баги, правильно. И это, в свою очередь, означает, что процесс открытой разработки стал довольно интересным, довольно хитрым. Вот, например, можно посмотреть, как разрабатывается ядро Linux. Именно за счет того, что люди очень хорошо умеют коммуницировать с друг другу. Дело не только в том, что они работают над общим кодом. Дело еще и в том, что они очень хорошо друг с другом умеют налаживать связи, устраивать динамические иерархии, кто главный, кто не главный, по данной задаче. Ну, и так дальше. Для нас, как для пользователей, следствием всего этого является то, что вот это наше программное обеспечение умеет очень-очень оперативно обновляться. Нажимаем кнопочку, и раз, там приезжают новые версии библиотек, новые версии программ, вот это все. Не такая ситуация, что там Firefox говорит, я Firefox, у вас устаревшая версия, скачайте новую. А обратная ситуация, когда у вас сама система следит за тем, или выговорит, система, система. Что там у нас в хранилище, не появились ли новые пакеты? Они говорят, конечно, появились. Там каждый день по 10 штук. Вопрос в том, нужны тебе они или нет. Это тоже, как бы, свойство пакетно-организованного программного обеспечения, программного наполнения Linux-систем. Те же интернеты, но уже с точки зрения не только самих интернетов, но и всяких сборочных серверов, делают возможным улучшение качества продукта, в данном случае продукта под названием дистрибутив, то есть сборник программных продуктов, за счет того, что много из тех процессов, которые лет 20 назад были чисто ручными, человек собрал пакет, взял исходные тексты, скомпилировал, как-то оттестировал, запустил, запускается. Окей, я собрал пакет, забираете, у меня пакет прекрасный. Вот такие ручные, непонятно, в какой среде он их собрал, непонятно, в какой версии были сборочные окруженьки, были библиотеки в той машине, где он их собирал. Все это мы можем в современном мире очень сильно упорядочить, именно за счет того, что с одной стороны, согласно пункту номер 3, информационная связанность у нас очень высокая, мы всегда можем, например, базироваться на самой свежей версии, на самом фронте, на самом фронте всех свежей версий наших пакетов хранилищиков. А с другой стороны, как правило, сообщество организует себе так называемые сборочные сервера, то есть такие места, где подготовка и выпуск пакетов происходят что-то не в автоматическом режиме и никак не зависит от каких-то причуд той техники, на которой каждый конкретный член комьюнити что-то собирал. Вот я, например, монтейнер довольно большого числа пакетов в нашем репозитории, я собираю их на своем собственном компьютере рабочем, но то, что я собрал на рабочем компьютере, я тестирую на своем рабочем контроле, он дальше никуда не идет. После чего я по определенным правилам команду сборочницы собери, пожалуйста, новый пакет вот из этих исходников, сама сборочница их собирает, будучи обмазана всевозможными защитами от того, чтобы это случилось немножко неправильно. Вот. В хранилище появляется пакет новой версии и со следующим же обновлением я получаю вот этот пакет новой версии и дальше его продолжаю тоже тестировать. Вот. Именно так. Вот. В числе прочего, помимо того, что сборочные сервера позволяют нам делать изолированную аккуратную сборку, помимо всего прочего, есть еще возможность взять все, да, все вот эти там 20 тысяч пакетов и прямо среди них всех 20 тысяч что-нибудь такое потестировать. Какую-нибудь совместимость, какое-нибудь, не знаю, наличие неудворенных зависимости, наличие в ссылке на какую-нибудь библиотеку каких-то имен, которые на самом деле в этой библиотеке в данный момент в этом хранилище нет. Вот такие вещи никак невозможны без того, чтобы все собрать в одном. Если все вот эти четыре пункта, да, свободная лицензированная открытая разработка, информационная связность и дополнительные вычислительные ресурсы, которые позволяют нам кое-чего делать от органа, если все это соблюсти, то у нас получается довольно интересная и остроумная схема, ну, кстати, весьма не новая, относительно того, как вообще должен быть устроен дипломент программного обеспечения по Linux. У нас появляется понятие пакет. Тут я, видимо, буду забегать вперед, и когда буду говорить про вот эти все свойства пакетов, буду немножко сразу рассказывать про такую штуку, которая называется RPM, в Linux используется RPM, Red Hat Package Manager, если расшифровывать, вот, ну, все по порядку. Итак, мы знаем из прошлой лекции, что файлосистема у нас устроена в виде дерева и что в этом дереве все каталоги стандартизованы практически, да, мы знаем, где лежат бинарники, мы знаем, где лежат библиотеки, мы знаем, где лежат конфиги, мы знаем, где лежат документации, мы знаем, где лежит все. То есть, когда мы оформляем какое-то программное запечение, которое будет, можно будет установить в нашу Linux систему, мы должны просто сделать архив, просто архив, в котором будут лежать в нужных местах нужные файлы. Я сейчас даже, наверное, попробую это сделать, показать, а то, что это я? Я слишком много говорю и слишком мало показываю. Надо зайти в какой-нибудь, какой-нибудь куда-нибудь вот сюда и что-нибудь скачать. Какой-нибудь пакетик. Желательно, не очень большой. Вот какая-то игрушка. Вот какая-то игрушка. Сейчас мы ее скачаем. Ну вот. Вот мы скачали файл с пакетом. Вот он. Давайте попробуем… Давайте я для начала докажу, что это архив. У него формат RPM, но это не беда, мы всегда можем его превратить в формат CPO. CPO – это как раз один из самых древних видов архивов. CPO – это копия input output. Рвать. По-моему, так. Не попал. А, я не сказал, кому я CPO, RPM-то CPO. Всем положить, конечно. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, содержимое файла, собственно, являющегося пакетом. Вот. И мы видим все те же карты, все то же, что и в принципе должны были… Что это? Нет, я знаю, что это символи ссылка, но почему она сама на себя? Интересно, кто мантейнер этого пакета? Кому пальцы-то? Повправлять. Вот. Что мы видим в этой картинке? Мы видим бинарник, мы видим дисктоп-файл. Про дисктоп-файл, кстати, не было разговора, надо будет вернуться к этому. Вот. А может быть, сегодня вернемся, если успеем. Мы видим какую-то документацию, и мы видим какие-то картинки, явно являющиеся иконками. А, да, посмотрим, кто же все-таки монтейнер этого пакета. А, ну, понятно, робот-монтейнер этого пакета. Есть несколько членов ТИМ, в частности, Виталий Липат, у которых пакет собирается автоматически, по большей части. Не всегда можно понять сам человек. Ну, то есть, не так, следит он за этим или нет. Может, пакет это и нормально, просто... Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, мы до этого дойдем. Может быть, вы считаете, может, какой-то глюк в МЦП? Может быть. Сейчас мы до этого до всего дойдем. Окей. Вот, значит, пакет — это архив. Соответственно, установка пакета выглядит просто распаковкой этого архива в корень. Здесь, видите, на всякий случай написано точка слэш, но мы-то знаем, что это будет просто в корне Usurbing Colors, Usn Shari Application, SimCalls Desktop и так далее. Это, конечно, все хорошо, но как его потом удалить? Пакет. Значит, в понятие пакет входит не только архив, но и какая-то поддерживающая инфраструктура, которая будет запоминать, какие файлы какому пакету принадлежат, чтобы потом, если мы захотим удалить, можно было эти файлы удалить. Или, если мы захотим проверить, не поменял ли кто файлы принадлежащим нашему пакету, то там будет где-то, опять же, где-то хранится контрольная сумма от каждого файла, и мы проверяем, поменялся он или нет. Вот. Зачем нужно проверять, поменялся ли файл принадлежащий пакет? Какой-нибудь. Да, значит, первый, что приходит в голову, вдруг там диск посыпался, вот, мы проверили контрольную сумму, она уже не такая. Еще. Чтобы не перетереть при обновлении. Во! Если это был констаграционный файл, и мы его поправили, было бы очень обидно, чтобы при обновлении приехал опять бы стандартный конфигурационный файл и забил бы наш конфигурационный файл поправленный. Поэтому, поэтому на самом деле, помимо того, что это уже мы вперед чуть-чуть забегаем, но это очень хорошая идея, да, мне это тоже нравится. Нет. Тоже нет. Вот. Назначение. Да. Значит, итак, мы определяем список файлов, мы определяем размер в контрольную сумму, чтобы проверить, что они вообще не изменились. И еще, на самом деле, мы еще определяем, для чего эти файлы нужны. Потому что, например, если изменился файл бинарник сам собой, то это плохо. Нужно говорить пользователь, у тебя счета внезапно бинарник другой. Может, там, не знаю, хакеры злые тебя похакали, еще что-нибудь. А если изменился конфигурационный файл, то там вообще довольно хитро получается. Что делать, например, если мы пакет удаляем, а конфигурационный файл изменен? Если мы удалим, все труды администратора, которые, значит, долго-долго настраивал сервер, они пойдут, падут лесом. А вдруг он передумает и обратно поставит пакет. А файлов уже нет. Поэтому, если конфигурационный файл изменен, с ним проделывается следующая операция. По крайней мере, RedHat программа RPM, которая RedHat package manager, она проделывает следующую операцию. При удалении она переименовывает соответствующий файл в файл с расширением RPM old в знак того, что тут когда-то был конфиг файл. Имейте в виду. И он отличался от того, что ставится с пакетом по умолчанию. А если там происходит обновление, то и конфигурационный файл изменился, то новый конфигурационный файл приезжает в файл, заканчивающийся на RPM new. В знак того, что дорогой системный администратор, ты тут поправил конфигурационный файл. Будь добр, вот там вот новый приехал. Слей два в один. Вот. Если подчаяние формата конфигурационного файла за время обновления пакета не поменялся, то ничего не испортится. Да, вот этот вот улучшенный конфиг, там поправленный конфиг останется актуальным. Если он все-таки поменялся, ну тогда на системный администратор возлагается необходимость эти изменения, значит, слить в одно. Так что да. Помимо назначения конфиг, есть еще назначение гост файл. Гост в смысле. В смысле файл приведения. В том смысле, что этого файла в пакете нету, но если он окажется в файловой системе при удалении пакета, его надо удалить. Это всякие базы данных, всякие, значит, кэши, вот это все. Да? Неаккуратно выглядит, когда программа, пакет с программы удалился, а кэши от нее остались. Вот. Ну и так дальше. Следующий акт марлезонского балета это действия, которые нужно проделывать при установке, удалении и еще кое-каких других случаев пакетов. То есть смотрите, мало пакет просто разархивировать. Давайте посмотрим какую-нибудь... Что тут? Посмотрим, какие у нас вообще пакеты. RPM, я сказал. RPM. Можно сказать, RPM query. Что-то их много. Ну вот, интересно. Вот, например, есть такой пакет RPM-RPM. Smart Mon Tools. Кто он такой, я не знаю. Вот, кстати, кстати, я воспользовался командой RPM. Я мог сказать вот так. Это то, что я сказал, это просто длинная форма. Я мог сказать вот так вот. Это то же самое. Да? Вот. Который мне выгнал так называемый заголовок пакету. То есть, помимо того, что пакет это архив, с ним еще хранится всякая мета-информация относительно того, что за софт, какая лицензия, кто подписал, кстати, да? Из чего собран, кто кто монтейнер, да? Нет ли сайтика официального проекта? Что это, собственно, за фигня такая? Короткое описание и длинное описание? То есть, у каждого пакета есть целый паспорт, в котором описана, целая спецификация, в котором описана, чем этот пакет является. Еще не все, там еще кое-какие вещи есть. Ну вот, давайте попробуем все тем же Perquery посмотреть, есть ли там какие-нибудь установочные сценарии. Есть? Или нет? А, есть. Какой-то постсервис. Вот. Значит, в чем идея? Поскольку в этот пакет SmartMontools входит какой-то демон, то есть какая-то программа, которая постоянно присутствует в памяти, что-то делает. Соответственно, когда пакет установлен, было бы неплохо, чтобы эта программа потом при старте системы запускалась, а когда пакет удален, было бы неплохо, что те механизмы, которые при старте запускали, больше не работали. Вот. Соответственно, поскольку это просто демон, есть специальный скрипт, написанный на шеле, который так и называется постсервис. который ты ему скармливаешь, какой, собственно, демон надо запускать, а он все, что нужно, прописывает в нужные места. Я даже вот... Какой-то скрипт на шерере, очень небольшой, кстати. Вот он, всего лишь. Какая-то программа на шерере, которая чего-то делает. Главное не это. Главное то, что при установке нашего пакета, помимо его разархивирования, понадобилось еще запустить нечто. В данном случае зарегистрировать демон как демон, чтобы он запускался. При удалении нашего пакета, соответственно, опять-таки, помимо того, что все файлы надо удалить, нужно еще запустить что-то вроде дерегистрации, то есть сделать так, чтобы этот пакет больше не пытался... То есть этот демон, входящий в состав пакета, не пытался больше запускаться. Когда это нужно делать? Зарегистрировать надо уже после того, как пакет установлен, постинстал. А дерегистрировать надо перед тем, как пакет удалять. При унинстал. То есть монтейнер, то есть человек собирает пакет из программного подключения, может в случае, например, пакетного менеджера RPM, установщика, пакетного установщика RPM, может ручки свои с грязиной запустить в четыре места. Вернее, я сказал, в четыре хронотопа, да, в четыре времени. До установки пакета можно попробовать что-то сделать, например, подготовить какую-то почту, там создать каталог внезапный. После установки пакета можно что-то сделать, ну, например, как здесь, включить соответствующий сервис. Перед удалением пакета можно что-то сделать, ну, например, выключить соответствующий сервис. И после удаления пакета можно тоже что-то сделать, например, поудалять какие-нибудь файлы или каталоги, если они не включены в хост, и их надо как-то руками удалить. Вот. В некоторых других дистрибутивах, например, в Gnudemian, есть больше точек, в которых может монтейнер пакета вклинить свои ручки. Это связано с тем, что в Debian по умолчанию установлена дисциплина автоматической настройки программ. По возможности. Ну, вернее, не автоматической настройки, но полисы в Debian устроены таким образом, что когда вы ставите пакет, после его установки он должен быть настроен и работать. Это значит, что в процессе его установки возможно вас начнут спрашивать, а как вы хотите его настроить. Более того, ответы на ваши вопросы закэшируются, и если вы в следующий раз пакет удалите, а потом снова установите, вас уже спрашивать не будут, потому что вы на эти вопросы уже отвечаете. Вот. Этим занимается демон, который называется Debian, и, соответственно, в пакете Debian, он имеет другой формат, не RPM, в Debian, он Debian называется, или Debian, Debian называется. В Debian пакете будет уже не 4 места, куда можно влезть, а чуть ли не 6. Соответственно, преустановочный-постустановочный, преконфигурационный-постконфигурационный и преудалятельный-постудалятельный. Да, вот 6 мест, в которые можно попробовать ставить какой-то код. Причем этот код уже будет специфичный для данного пакета. Да, то есть, именно про данный пакет мы знаем, что перед тем, как вводить его в эксплуатацию системы, а точнее сразу после установки, мы должны запустить вот такую штуку с параметром SmartD. Ни для какого-то другого пакета мы не должны будет запускать эту штуку с параметром SmartD, а здесь должны. Вот. Ну и здесь то же самое. Такие дела. То есть, помимо того, что пакет — это архив, пакет — это еще и некоторая выполняемая программа. В смысле, не в смысле, что в пакете содержится выполняемая программа, а в смысле в момент установки какая-то программа выполняется. В данном случае вот такая проста. Что еще может быть в качестве пост-эстал скрипта? Ну, например, когда вы ставите библиотеку, разделяемую, Shared Library, было бы неплохо, чтобы кто-нибудь перегенерил кэш, который лежит, LDSO-кэш так и называется, по-моему. Не помню, где. А можно, кстати, посмотреть, где он лежит, кэш. А, вот, в ETC он лежит. А, do not use. Ну да, он в ETC лежит. Кто-то должен перегенерить кэш, в котором хранится список всех библиотек, соответственно, чтобы в них искать имена. Ну, он бинарный. Он бинарный. Причем в каком-то внутреннем формате. Ну и богу с ним. Дело не в этом. Дело в том, что его надо бы перегенерить. И тут совершенно очевидно, что в post-install скрипте, а также в pre-install, и в post-install скрипте. Не в pre-install, а в post-install, чтобы соответствующая библиотека сначала исчезла из системы. Надо запускать вот этот LDSO-кэш обновлятель. Ну, мы же это, ну, люди, человек не должен работать. Работать должен компьютер, а человек должен мыслить. И мы как люди понимаем, что если каждый раз, когда мы ставим разделяемую библиотеку, там, точка со что-то, нужно перегенерировать кэш, то давайте мы это сделаем вообще автоматически. То есть, помимо действий специфичных для каждого пакета, вот этих post-преустановочных удалительных скриптов, существуют еще так называемые триггеры, точнее файл триггера. Вот. Вот это. которые внезапно после установки пакета запускаются просто по факту того, что список файлов в определенном месте или список файлов с определенными именами изменился. Например, появился разделяемая библиотека, значит, надо перегенерировать LDSO-кэш. Вот. Файл триггеров довольно много. Давайте сначала посмотрим. Ну, по крайней мере, в линуксе их довольно много. Мы очень любим файл триггеры, чтобы как можно меньше писать человеку в спеке, в антейнеру. вот. вот все эти сценарии подергиваются в случае, если соответствующий файл изменился. Ну, например, ну, не знаю, вот это вот что такое. Есть такой сервис, демон называется, dictd, это просто словарь. ты ему даешь английское слово, он тебе выдает русское, например, ну, или там толковые слова. И в этом файл триггере буквально написано, что если, а, кстати, где написано, что я не вижу, где здесь перевязка к файлу, но видимо нигде. но идея стоит в том, что если в системе появляется новый словарик, то было бы неплохо запустить утилиту dictd.config с ключом минус в, чтобы она перегенерила, ой, чтобы она перегенерила конфиг файл. Вот. Ну, или какой-нибудь тот же vim, например, да. Если вдруг после установки какого-то пакета вот здесь вот появляется новый каталог, это значит, что у vim появился не просто плагин, а плагин, к которому есть help, и надо запустить программу update vim help, которая, соответственно, обновит этот плагин. Ну, и так дальше, да. Тут вот много чего, как видите. Меню, если новый появляется, его надо распространить повсюду, да, man, если новый появляется, этот man нужно добавить в базу данных, ну, и так далее. В общем, в общем, много чего. Вот. Вот вам файл триггер, да, это еще раз повторяю, тоже такой сценарий, который запускается при установке пакета, но сценарий, не который написал сам разработчик, сам мантейнер, да, а такой стандартный, который всегда будет запущен просто по факту того, что данный файл находился в данном каталоге. теперь мы в разговоре о пакетах переходим в гораздо более интересные штуки, которые называются зависимость. Глупо говоря, зависимость пакетов это ситуация, когда вы не можете поставить один пакет определенной версии без другого пакета определенной версии. То есть, в этом случае говорят, что первый пакет требует второго. Да. Вы не можете поставить, например, никакое приложение, если у вас не стоят соответствующие разделяемые библиотеки. Вот. Вы не можете, ну не знаю, не можете поставить какое-нибудь дополнение к там Firefox, LibreOffice, еще кому-нибудь до самого LibreOffice. Вот. И вот вот эта ситуация, да, зависимости, она, в общем, так. Да. она, в общем, достаточно часто встречается именно в ситуации, когда мы оформляем пакеты, да, в Linux. Когда у нас такая? Не когда мы, так скажем, скачиваем дистрибутив какого-то стороннего производителя, какого-нибудь приложения, а именно, когда у нас пакет в составе репозитория. В реальном дистрибутиву Linux вот этих зависимостей на самом деле чертова гора. Почти наверняка все пакеты, которые у вас стоят, не все, а многие пакеты, которые у вас стоят, зависит от каких-нибудь других. Мы не знаем. Вот. Можно сейчас попробовать установить вот этот самый скачанный нами... вот мы получили права суперпользователя. Теперь попробуем с помощью программы rpm-i install установить установить вот этот самый 7 colors. Он сейчас установится. Будет обидно. Он ничего не зависит. То есть все зависимости от 8 colors уже установлены. Что делать с зависимостью побольше? Что? Что делать с зависимостью побольше? Сейчас мы про это поговорим. Скажем так, делать так, чтобы этого не было. Это не может случиться случайно. Я сейчас расскажу, от чего это случается. Давайте лучше попробуем скачать какой-нибудь другой пакет, который явно есть какие-нибудь зависимости важные. А то что это? Они уже стоят, да, конечно. А давайте посмотрим. Вы правы. Давайте посмотрим. Опять же, rpm-qr минус r или то же самое, что rpm минус qr минус qr вот этот самый 7 colors. Вот они есть. Просто мы чуть-чуть забегаем вперед. Здесь, видите, нет ни одной зависимости собственно на пакет. Здесь зависимости на какие-то странные штуки. Я поэтому не очень хотел это показывать. Ну, они есть. Но вот все эти зависимости удовлетворены. Мы сейчас посмотрим, что это за странные штуки, чтобы не быть не быть голословными. А я сейчас просто хочу что-нибудь такое скачать. А где оно, кстати? Я закрыл, что ли? Да нет, вроде. Да, точно, спасибо. Ладно, вот попробуем закачать какой-нибудь модуль. Так, выйдем из-под рута. Вот это точно потребует какой-то зависимости, потому что это модуль для музыкального плеера с говорящим названием «Дохлое мясо». Все знают, почему «Дохлое мясо», да? Это шестнадцатеричное число. И вот это слово представляет собой машинное слово четыре байта, представленное в шестнадцатеричном виде. Я еще вот такое знаю. Но это пять, это на одну букву меньше. А это именно восемь букв, причем все шестнадцатеричные цифры. Ну вот. Вот. Если мы сейчас попытаемся это поставить. РП минус И, да? А, ну да. Пингвин. Кстати, вот эта конструкция, если кто не знает, означает домашний каталог пользователя пингвин. Просто тильдочка означает просто домашний каталог. А вот такая штука означает домашний каталог какого-то конкретного пользователя. Поскольку я сейчас работаю с правами суперпользователя, видите, рут, то мне лень вспоминать, где там хоум пингвин, что-то такое. Вот этого вполне достаточно. Вот. Попытка установить этот пакет из файла говорит нам, что, ну, вообще-то для того, чтобы установить плагин к плееру, нужен плеер. А то мы не знали. Логично. Да, логично. Кстати, если я попытаюсь закачать плеер, не факт, что он, что его будет достаточно. Почти наверняка какие-нибудь кодеки потребуются. Не сюда. Мы хотим вот так. да, смотрите, я думаю, что я сейчас поставлю этот дидбиф, который, который не плагин, а вот этот. он говорит, так, смотрите, очень хорошо, но для того, чтобы поставить меня, надо поставить еще вон то и вон то. А для того, чтобы поставить вон то и вон то, наверняка надо еще какие-нибудь библиотеки поставить, еще что-нибудь поставить, ну, и начинает такое дерево зависимости расти. Вот. Кстати, у меня есть такое ощущение, что в этом файле, в этом пакете нет ни одного файла. Смотрите. urpm query, минус-минус лист, минус p пакет. Нет, они там есть. Они там есть. Жалко. Обязательно, чтобы команде мы делаем пингвин. Смотрите. Это вот у нас было в прошлый раз, но я это очень коротко сказал, и поэтому, возможно, это плохо отложилось. Мы сейчас где находимся? Мы находимся в домашнем каталоге. У нас текущий каталог, домашний каталог пользователя root, суперпользователя. Файлы эти все лежат. Вот они. Они лежат в домашнем каталоге пользователя пингвин. Это было слово pvd. Соответственно, для того, чтобы для того, чтобы хоть как-то посмотреть, чтобы до них получить доступ, мы должны либо написать полный путь что-то типа такого. Home, пингвин, ну и дальше там, да, вот так вот. Либо можем написать вот этот сокращенный вариант тильдочка пингвин, то есть домашний каталог пользователя пингвин. Вот. Угу. Да-да-да. Соответственно, нет, я ошибся, это был не мета-пакет, но бывает... А, сейчас, а там есть какой-нибудь дедбиф, например, фулл или что-нибудь такое. Нету, жалко. А давайте попробуем. Фулл. Я хотел привести пример мета-пакета. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь... Сейчас, 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 что-нибудь вспомню. Как же взвал, что-то, господи. Мета-пакет. О, какой-нибудь... Во, во, матэ. Матэ. Сейчас, найдем. Матэ-фулл, вот, вспомнил. Мы не будем его ставить. Я просто хочу показать, что такое мета-пакет. Пакет только есть, только зависимость, а больше ничего. и коломене. А! Все, я понял. А здесь не будет ни одного мета-пакета. Это же пакеты, эти самые, архитектурно-зависимые. Значит, давайте пока вот мы на это наткнулись, раз уж я, да, смотрите, у вас в состав пакета может входить программа, бинарники. Эти бинарники, совершенно не обязательно бинарники, ну, такие, прям вот, исполнимые такие, что ли, в машинных кодах. Это могут быть, наверное, скрипты. На языках программировать, там, на питоне, на шеле, на чем-нибудь еще. Вот. У вас, например, в вашей операционной системе может поддерживаться несколько архитектур. Ну, вот, например, в том же DBI, сколько их там, шесть, сейчас, или восемь? Раньше было двенадцать. Вот. Различных. Ну, там, x86-64, x86-32, какой-нибудь ARM, какой-нибудь MIPS, какой-нибудь то, какой-нибудь все. Вот. Вот. Ну, вот у нас, например, в Альте их поддерживается сейчас пять штук. С небольшим. Да, ARM, MIPS, оба тридцати двух- и четырехразрядные писюка, еще Альбрус, да, куча. Еще там, по-моему, что-то такое. Вот сейчас ведутся активные разработки на этот самый. RISC-5, да. Да, прямо у нас целый человек на этом сидит. Ядрышка пилит, вот это все. Вот. А, кстати, и MIPS-ы разные бывают. MIPS-54, MIPS-32. Соответственно, если собирать все пакеты под всей архитектурой, то иногда бывает лень. Например, у вас пакет состоит исключительно из картинок. И этих картинок очень много. Поэтому, помимо пакетов, которые архитектурно-зависимы, есть еще пакеты архитектурно-независимы, лежат они вот в разделе не здесь, а в разделе NoArch. Вот. И вот здесь вот как раз и будут всякие мета-пакеты. Вот смотрите. Сейчас мы скачаем мета-пакет, я вам покажу, что это такое, наконец. РПМ это было слово. Могла быть догадация. О! Как вы думаете, зачем такой пакет нужен? В качестве типа основоположника дрела? Да. Он нужен только из-за его зависимости. Он нужен ровно из-за этого. Больше не из-за чего. Вот. А вот эти плагинзы уже за собой потянут другие и потянут, потянут, потянут. Вот. Так что вот. Это у нас было отступление о отступлении о зависимости как таковых. Да. Вот вам, кстати, пожалуйста, зависимость прямо на пакет. Мы говорим, что пакет ArsoPlayerFull вот такой версии зависит от пакета ArsoPlayerPlugins вот такой версии вот такого релиза. Но, как мы уже видели, зависимость пакета бывает не только на, и чаще всего бывает не только на пакет, но еще на всякие странные штуки. Например, бывает зависимость просто на файл. Вот. Не часто, но бывает. Допустим, для работы нашего пакета нужен был вот такой-то каталог. Вот этот каталог ставится в зависимость. Вот и все. И чаще всего зависимость бывает на вот какие-то вот такие вот вещи странные. Ну вот мы там смотрели который 7 colors, да? Вот. Здесь не перечислено ни одного пакета и, по-моему, не перечислено, нет, один файл есть. Вот эта зависимость на файл. Реально существующий. Он, правда, является символной ссылкой, но это не важно. Это реально существующий файл. Что такое вот все остальное? Все остальное это так называемые виртуальные пакеты или, если хотите, ну, просто второй уровень косвенности. Если для функционирования нашей программы нужно, ну, допустим, библиотека вот такая, либо gdk.x11.02. Какие есть варианты поставить на нее зависимость? Вариант номер один. Поставить зависимость прямо на файл. Я видел людей, которые собирали рпм-пакеты так, вот, это очень плохая идея. Это очень плохая идея, потому что, ну, мало ли кто этот файл будет вообще предоставлять. Вторая идея поставить зависимость собственно на пакет, который называется либо gdk.x11. Ну, давайте посмотрим, где он лежит. Я думаю, что он лежит в USR-54, да? Ну, то есть, где бы ему еще лежать? Кстати, это символная ссылка на вот. Помните, я говорил про Suname? Что у Suname у этого пакета ноль, то есть, грубо говоря, версия ABI ноль. А вот это вот версионирование может и не меняться. Это означает, что по идее если мы собираем новую версию библиотеки, то с ней будут работать, с ней будут работать все старые программы и обновлять их, пересобирать их с ней не надо. Ну вот. Значит, можно было поставить зависимость вот на этот файл. Можно было поставить, это то же самое, что, давайте я напишу длинный RPM Query минус-минус файл. Можно было поставить зависимость вот на этот пакет. Он оказывается лип-GTK плюс 2, вовсе не то, что мы думали. Так называется. Вот. Но правильнее зависимость эту вычислить и сказать так. Ну, например, мне требуется библиотека Lipsy, которая предоставляет AB Glepsi 2,2,5, а также Glepsi 2,3,4, а также Glepsi 2,4, 64-битная. И соответствующий пакет будет проводить, то есть предоставлять вот эти вот сущности, а пакет, который хочет их, будет их реквайрить. То есть вместо того, чтобы пакет захотел пакет, пакет будет хотеть вот это, а какой-то другой пакет будет отдавать вот это. Тем самым мы, а, повышаем гибкость, мы можем некоторые пакеты будут давать одно, некоторые другое. И с другой стороны, B, мы можем делать взаимозаменяемость. У нас одни и те сущности могут предоставлять разные пакеты. То есть вот, скажем, библиотека такая, библиотека сякая, а обе предоставляют одну и ту же сущность. Кстати, кто у нас вот это? РПМ. Как поискать? Я не знаю. Вот провайдс. Кто провайдс эту штуку? Я думаю, что лепси, да? Не-а. Я хотел посмотреть, что предоставляет данный пакет. Не что он требует, а что он предоставляет помимо себя. Ну, допустим, вот этот вот, вот этот лип ГТК Х11 будет предоставлять довольно развесистую штуку. Сейчас покажу. Лип ГТК плюс два, О, видали? Во. Значит, что он умеет? Он, во-первых, говорит, предоставляет себя вот такой-то версии. Он внезапно предоставляет виртуальные пакеты ГТК-2 и ГТК-плюс-2, которых в системе не существует. Но зато их можно установить, сказать, вот поставь мне то, что предоставляет ГТК-2. Он предоставляет нечто под названием ГТК-инжес-пикс-мап. И он предоставляет вот такую вот фигню. Это чисто альтовая штука. По-моему, пока больше ни у кого не реализована. Это аккуратно сжатый, как можно больше сжатый список всех функций, которые есть в этой библиотеке. Но если бы тут был список функций в естественном виде, он был просто длиннее в 2,5 раза. А тут его, видите, так упаковали хорошенько. Вот. А еще он говорит, что предоставляем вот такую библиотеку с вот таким АБИ, с вот сетим АБИ, с вот сетим АБИ. Ну, короче, совместимость. По версии. О! И еще одна пачка. Не очень хотел про это говорить, но раз уж у нас это вылезло, давайте расскажу. Итак, вот эта штука, так называемая сетверши, это просто, грубо говоря, в нечитаемом виде список всех функций, которые в данной библиотеке содержатся. А вот этот requires это список тех функций, которые вот этой программе из этой библиотеки нужны. И если оно там входит одно в другое, то все хорошо. А если не входит, значит, зависимость не удовлетворенная. Сопадение на символе, да? По именам функций прямо. То есть вот эта штука, это какая-то упаковка. Я забыл уговорит. Ну, то есть, грубо говоря, можно ли, может ли программа ставить эту строчку с той строчкой которая в программе или нет? Это умеет делать сам РПМ. Это умеет делать сам РПМ, алгоритм написан. Но это не значит, что вот эта подстрока должна входить в эту строку. Нет, конечно. И то, и другое, это списки функций просто ужатые. Вот. Значит, ну так вот. Да, я хотел, конечно, пример какой-то более разумный привести, но это зато это такой прям вот это крайность, да? Вот сложнее этого уже ничего не будет в смысле зависимости. Да, то есть одна программа что-то предоставляет, другая что-то требует. Если эти требования как бы удовлетворены, значит, значит, все будет работать. Так. А, вот еще какой-нибудь питон, вот такой типичный, типичный, кстати, рпм-квери, минус-минус, реквайрс, это то же самое, что рп-минус, ну скажем, пайта, сан-три, модульс-тк-интер. Вот, пожалуйста, значит, у нас есть пакет, который называется Python-модульс-тк-интер, он что хочет? Он хочет установленного пакета под названием тк, это зависимость на пакет, он хочет библиотеку лип-тк-тк-86-со, из нее он хочет вот такие функции, он хочет библиотеку лип-тк-86-со, из нее хочет очень мало функций каких-то. Вот, он хочет, чтобы стояла библиотечка такая-интерпитоновская, он хочет Python, ну и, собственно, да. А теперь давайте возьмем что он провайзит, вот это интереснее. Вот провайзит он кучу всего. Это фактически все питонные символы, которые там внутри встречаются, все питонные модули и подмодули. Соответственно, когда мы захотим поставить питонный пакет, нам не нужно будет смотреть, какой там вот конкретный модуль, как он конкретно называется. Можно, можно рекварить вот это. Хочу, ну не знаю там. Вот это. Пускай у меня в системе стоит такая-интерпитона. И он поставит вот это. Хочу Tartle demo. Значит, по этому провайду вытянется вот этот пакет. Вот этот. Такие дела. То есть, в подавляющем большинстве случаев, по крайней мере в Альте, зависимости пакетов это, не так, не в подавляющем, но в большинстве случаев. В зависимости пакетов это зависимость на вот такие вот штуки, которые являются вторым уровнем косменности. Один пакет их предоставляет, а другой их хочет. Так. Откуда это все взялось? О, вот это все. Смотрите, неужели несчастный монтейнер, то есть человек, который собрал из вот этого питоневого модуля вот этот пакет, в смысле, наоборот, из питоневого модуля вот этот пакет. Да, ну давайте посмотрим, давайте так все. ppm query, минус-минус лист, все тоже. Вот эти файлы питонии, которые лежат в системе. Большой, большой пакет такой. Вот. Я хочу, там есть хоть один бинарник. О, вот бинарник. Библиотечка. Вот. Значит, неужели человек, который собрал вот этот пакет, пальцами прописывал в нее вот эти все права? Вообще говоря, нет. Вообще говоря, при сборке пакета автоматически генерируется вот такой список того, что он, по идее, должен проводить. Прямо вот, 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 вот. Если вы посмотрите, он проводит все вот это. Да? Допустим, TartleDemo. TartleDemo. TartleDemo, допустим, не знаю, хаос. TartleDemo хаос. То есть все, что программист на питоне может попытаться заимпортить, в особом, в специальном образом оформляется как результат провайдера. Соответственно, если у вас в программе на питоне написано импорт, там, не знаю, idlelib.grep, то у вас будет requires на эту штуку. То же самое абсолютно на библиотеке, допустим, не знаю, там, если у вас собирается какая-то программа, она линкуется с какими-то библиотеками, тот факт, что она с ними линкуется, при сборке автоматически в вашу спецификацию вашего пакета добавится зависимость на эти библиотеки. Точнее, не на них, а вот на вот такие конструкции, как мы сейчас видели. Где? Вот на такие конструкции добавится зависимость. Вот. На вот такие, и на вот такие, и на вот такие. фактически, фактически, зависимость на другие пакеты, в случае, если вы делаете спецификацию, скажем, для Alibinux, нужно ставить только в том случае, если она неявная. Например, эта библиотека открывается как плагин. То есть, с ней никто не линкуется, но ее открывают там, этим самым, далекую. Вот. или если вы знаете, что без этого пакета эта программа работать не будет просто. По непонятным причинам. Или будет, но плохо. Да. Вот этот вот автаррехвариум, он со стороны РПМ идет или со стороны, ну, например, Пайк? Нет, он идет со стороны РПМа. Когда Монтейнер собирает пакет, запускается целая куча скриптов, вот они все. И это еще не все, наверное. Во, видели? Каждый из которых проверяет свой кусочек. Например, нет ли символьных ссылок в списке файлов. Если есть, кому принадлежат те файлы, на которые эти символи ссылки ссылаются. Вдруг это они принадлежат другому пакету, и значит этот пакет надо реквайрировать. Вот. Или, например, что там с библиотеками, из каких библиотек состоит, с какими библиотеками сленкованы наши программы, они все должны быть реквайрены. Или, допустим, Shell. Если у нас, если есть в составе пакета Shell скрипты, то Shell скрипт, программу на Shell, можно проанализировать на предмет того, какие программы там вызваны. и было бы неплохо, чтобы в системе стояли пакеты, в которых программа содержится. Стало быть, можно бы написать require на эти пакеты. Вот. Ну и в общем, а вот про Python как раз. При сборке пакета из исходных текстов, перед тем, как окончательно его сформировать, запускаются вот все вот эти скрипты, чтобы определить, что еще включить в список требуемых пакетов. Ну или сущности. Да, вот в случае Python там же не пакет, а там вот эти вот самые модули, которые можно заимпортить. Вот. То же самое Perl. Да. Еще кое-какие вещи. Автогенераторы. То есть большая часть зависимости, которую вы видите от пакетов и большая часть провайдов, которую вы видите от пакетов, это автогенераторы, которые получаются просто потому, что сборочные сценарии знают, как извлечь эту информацию из субстрата сборки. Что-то я торможу, да? Уже 7 часов, а я только... Ну, значит, чуть дальше двинемся потом. Фу-фу-фу-фу-фу. Да, значит, последнее, что надо сказать, чем дальше, тем реже я с этим встречаюсь, но тем не менее это свойство, в общем, это свойство пакетов. У вас, например, могут быть пакеты, которые содержат одинаковые бинарники. Прямо явно конфликтующие. Вот. Называются одинаково, содержатся в разных пакетах. Обычно это бывает потому, что, ну, допустим, ну, не знаю, редактор VI. Редактор VI может быть этот редактор NVI, может быть редактор VIM, а может редактор NVIM, вот этот новый модный, или NELVIM называется. Вот. Каждый из этих пакетов может предоставлять редактор VI, и, в принципе, было бы неплохо, чтобы монтейнеры договорились, чтобы заранее определить, что вот одновременно все эти три пакета ставить нельзя, только один. Или вы пишете, вот данный пакет нельзя ставить вон с тем пакетом, он с ним конфликтует. По неважным, по каким причинам. Ну, например, он, не знаю, он захочет запустить, а его запускать нельзя. Ну, мало ли. Вот. Если же вы хотите, чтобы таки, да, можно было поставить одновременно несколько, скажем, графических, текстовых редакторов типа VI, то монтейнеры должны договориться еще сильнее. Они должны договориться о так называемых альтернативах, когда у вас специальным образом эти самые бинарники переименуются, и только один из них называется VI, а все остальные называются как-нибудь еще. Я, наверное, в это вдаваться не буду, просто почитайте, в учебнике все это есть. Мы лучше дальше перейдем. Так, 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 так. Собственно, мы уже все посмотрели из этой схемы, только не посмотрели обновление. Значит, программа, которая работает с пакетами, как с файлами, и с установленной системой пакетами, как с той самой базой данных, где они зарегистрированы, обычно называется установщиком. Вот. К сожалению, в случае РПМ он называется пакетч-менеджером, но чтобы не вводить путаницы, все равно буду называть его установщиком. Установщик умеет устанавливать пакет, удалять пакет, предоставлять о нем информацию разнообразную, в том числе проверять, не побился ли он. Вот. Он знает, конфликтует ли данный пакет с каким-то другим, или какие у него зависимости. и он может, скажем, обновлять пакеты. То есть, обновить это значит установить новый, а потом удалить те кусочки старого, которые в новый не входят. Вот. То есть, установщик пакета работает либо с конкретным файлом, либо с тем, что уже установлен в систему. Все-таки, а вот, если что-то попортили, и не встает вообще пакет никак. А что значит попортили? Пакет не может встать, потому что требуют зависимости. Значит, надо поставить вот зависимость. А почему не ставится? Ну, вот в этом ответ на ваш вопрос. Смотрите, вы описали ситуацию, пакет нельзя поставить без другого пакета, а этот другой нельзя поставить неизвестно почему. Вопрос, почему нельзя? Не знаю. какое почему нельзя поставить пакет не понимаю вы задали вопрос почему может не устанавливаться пакет . сейчас я их опишу чуть позже да я надеюсь я успею так коротко о том коротко о том насколько вот эта система с многочисленными зависимости хороша или плоха или нет слушайте давайте сначала поговорим про репозиторий и про пакетный диспетчер а потом вернемся вот сюда и на этом закончим не забудьте только мне напомнить чтобы я сюда вернулся смотрите чего не умеет делать чего не умеет делать установщик он вообще не знает откуда пакеты брать умеет определить дерево зависимости но сам по себе внезапно сходить куда-то скачать нужный пакет и установить он не будет он для другого вообще предназначен да он предназначен для того чтобы работать вот с этими конкретными файлами и с ними что-то делать или с этими конкретно установлены пакетные системе с ним что-то делать прежде чем поговорить о том что как пакетный диспетчер давайте поговорим немножко репозитория хранилище мы оба о нем говорили самого начала да значит хранилище она потому хранилище что ответ соответствует вот этим принципам что можно это сделать мы можем вот этот диск все для windows точнее все для линус сделать можно это легально и это удобно по разным так что в первую очередь хранилище это просто сборник такого рода пакет во вторых хранилище это такое место где можно проверить ну например у каких пакетов есть неудовлетворенные зависимости вообще то есть зависимости на нечто что не предоставляет ни один пакет из хранилища понятное дело что без всех пакетов хранилища на этот вопрос ответить нельзя соответственно ресурс комьюнити которые будут работать с этим которые будут такие вещи устанавливать должны работать вот там на том сервере где хранилище лежит он пропонализирует все пакеты и тебе выдаст список тех которые в принципе установить нельзя вот как вы говорите потому что в хранилище нет того что эти пакеты 3 вот кстати сказать в дистрибутивах от linux и в хранилищах от linux такой проблемы вообще нет то есть мы в какой-то момент лет пять что назад или семь ввели правило что при помещении пакетов хранилища количество анметов количество удовлетворенных ссылок не должно увеличивать а уменьшаться может ну когда оно дошло до нуля вот все стало само собой на самом деле мы пошли дальше уже мы проверяем например не появились ли новые символы которые требуются программы независимости на конкретную пакет а какая-нибудь функция который который никто не представляет опять таки есть несколько штатных ситуаций когда у пакета вот там у бинарника он требует каких-то функций которых вообще не существует я правда не знаю что это за штатную ситуацию но они есть ну например не знаю какой-нибудь виртулбокс может захотеть проприетарный проприетарный модуль который обеспечит usb вот и у него есть внутри значит код вызова этого модуля а распространять такой модуль мы не имеем права надо скачивать вот типичный случай вот но опять-таки есть требования каждый раз когда количество символов неудоваренных которые есть библиотеки то есть символ которые мы хотим а у нас их ни один пакет не представляет увеличивается мы очень долго думаем надо ли такой пакет включить вот или например конфликт по файлам да если монтейнеры не договорились то достаточно легко выяснить что один тот же пакет вернее несколько разных пакетов раскладу файлами на в одно и то же место вот или например при помещении когда вы собираете когда вы собираете пакет можно попробовать взять его и установить в пустое окружение и посмотреть вообще ставится он или нет очень происходит такой нехороший да вообще никто от этого не страдает то есть просто пакет собирается после чего мы пытаемся установить там куда-то изолированное окружение если эта установка не проходит значит какая-то ерунда вот и тут мы плавно переходим собственно к технической стороне ресурсов сообщества а именно к изолированной сборке да это то о чем я говорил в самом начале если раньше когда мы строили репозиторий каждый собирал на чем ни попадя и потом все это запихивал складывал в одну кучу и в общем никто не гарантировал что такие бинарные файлы вообще будут работать ну потому что может быть я взял собрал у меня там какие-то библиотеки левые стояли никому не сказал то в современных практически всех дистрибутивах linux сборка пакетов происходит не у людей дома а на специальных сборочных серверах где подготовлены специальные сборочные окружения всегда одинаковые то есть вплоть до того но всегда одинаково что вы взяли собрали пакет и если ничего с этих пор не изменилось вы взяли собрали его еще раз и получилось в абсолютно такой же пакет вплоть до контрольных сумм совпадающих там ну кроме контур кроме тайн стенд кроме временных меток вот так называемая воспроизводимая сборка очень нужно когда на первых происходит проходит процедура сертификации вашего дистрибутива чтобы нужно прямо доказать что это те самые исходники которые будут собраны из тех схемах в эти самые бинарники которые будут собраны из тех самых исходников вот ну и чтобы быть чтобы как бы быть уверенным что ошибок не произошло чтобы вы не внесли туда ошибку что действительно ровно тот самый ровно тот самый пакет который был собран в прошлый раз из этих же исходников вот изолированная воспроизводимая сборка все это накладывает на монтейнеров на членов комьюнити довольно серьезные довольно серьезные обязанности например я не могу собрать пакет в сизиф если от него ползут анметы я не могу например обновить версию библиотеки если эта версия библиотеки будет там будет обе change она будет скажем предоставлять другую версию оби то есть там будет место . со . 1 . все программы которые собраны с . со . 1 начинают идти лесу это значит что вместо того чтобы складывать в хранилище один пакет я буду туда сложить сразу все пакеты которые одновременно образуют замкнутую и не непротиворечивую в смысле в смысле в смысле удовлетворения зависимости такое задание вот для какой цели я могу сам их все собрать или разослать письмо счастья значит попросить собрать монтейнеров этих пакетов присоединиться к этому заданию вот это довольно частое явление что объявляется такой вот ребята наваливаемся ребята наваливаются в какой-то момент если кто как кто-то там на свой пакет забил ему помогают и вот только в таком виде когда снова нет снова нету анметов снова нету нелетворенных зависимостей вся вот эта пачка пакетов приходит в хранилище таким образом от одного состояния хранилища до другого мы поддерживаем вот эту вот его ценность такие дела но для этого нужны повторяю какие-то технические ресурсы для сообщества на стороне как раз этой сборочнице что не просто так собирали да а еще там какие-то групповые задания какой-то призыв присоединиться группового задания вот вот вся вот эта машинерия это все у нас работает но и не только у нас конечно а вот теперь мы начинаем опять время время выжрал но хорошо мы начинаем думать про так называемый пакетный диспетчер то есть про программное обеспечение которое работает с репозиториями не только с отдельными пакетами а прямо с репозиториями но может зайти на хранилище выкачет оттуда индекс пакетов зайти в другое хранилище выкачет оттуда из пакетов смерть их посмотреть где к черепу кого новее у кого старше да и таким образом построить целое дерево зависимости и когда мы хотим установить один пакет установить сразу все вот выглядит примерно так где у нас тут root вот вот программа apt у нас в вальте так устроено что установщик из red hat а пакетный менеджер пакетный диспетчер из из тебя на правда очень 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 сильно нами модифицированный ну просто потому что пока этот акт идет вперед мы его там по мере возможности догоняем но поскольку у нас специфика вот что он делает он заходит на хранилище скачет индексы 18 мегабайтов индексов пожалуй вот заходят на сейчас вот он их их три да значит x86 64 x86 64 586 это 32 разрядные программы которые работают 6 разрядом окружении и норч как мы уже говорили вот медленно-ка интернет и вот он заходит 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 скачивает индексы потом он эти индексы переработает и потом он может нам например нам рассказать какие пакеты за это время обновились и не надо их обновить или мы сейчас попробуем установить пакет вместе с его зависимости и он построит дерево зависимости скачает все скачает он знает откуда скачивать пакетный диспетчер знает откуда скачивать доставить пакета, и потом запустят RPN для того, чтобы их все-таки установить. А, ну тут они, видите, этот самый, этот поменьше. А ну аж не знаю, кстати, тоже должен быть поменьше. А между зрительностью по пакетам происходит? Да, по версиям пакетов. Если у вас несколько хранилищ, да, и там, например, встречаются пакеты с одним и тем же именем, но с разными версиями, то вот будет вот такое. А пакет, он уже может конкретно версию установить? Нет. Но вы можете, но это может установщик установить. Вы скачаете и установите. Единственное, что, поскольку все-таки основной основной воркфлоу это обновление, есть несколько таких слегка замороченных техник, как сделать downgrade пакет. Это не совсем просто. Потому что, ну, понятно, все это зачесано на обновление. Вот он их скачал. Я могу сказать, например, вот так вот. И он мне сейчас подопишет. Вот, видите? Он говорит, что с тех пор, как вы последний раз обновляли вашу систему, вот эти пакеты обновились. И мы их все сейчас установим. Вот он их все скачивает. Ох, тут что-то большое. Кто там большой? Слушайте, не будем, ладно? 180 килобайтов в секунду наших интернетов. Это еще 6 минут мы потеряем. Ладно, не будем. Ну, короче, он их скачает, установит, верьте мне. Более того, мы можем, например, сказать apt-get install, что мы там говорили, didbif. И не заморачиваться, вот, видите? И не заморачиваться тем фактом, сколько там зависимости у него. Он все их определит, дерево составит, и скачает, и установит. Скачал, запустил RPM, RPM установил. А если пакет реквайлит, ну, например, библиотеку, который проводит несколько других пакетов? Значит, на текущий момент у apt-a есть довольно мутный механизм этого выбора. Вот. Он сам выбирает. Да, он сам выбирает. Мы над этим работаем, потому что это не так просто. Да, вот, если совсем вручную раскрашивать, то есть, вот, ну, например, в этом самом, в, как он называется, в Федоре? ДНФ, да? Там есть просто цвета. Вы вручную раскрачиваете, говоришь, это красненький, этот синенький, вот ставить, поставь синенький. Но это значит, что кто-то заранее должен решить, какой из них какой. Вот. В apt-a есть какая-то мутная логика, которая не всегда работает. Он иногда прижать не то, что нужно. В принципе, apt должен определять как минимальный, по принципу минимальных изменений. То есть, ставить такой пакет, который меньше всего меняет в системе. Вот. Но это не совсем хорошо, и, в общем, мы над этим работаем. Вот, кстати, о didbif full, да? Если я скажу вот так вот, не буду это делать, просто продемонстрируем. Да что ж такое? Вот он пошел в индексы, и вот определил список того, что должно быть скачано и установлено. Это все кодеки, все плагинчики к этому didbif. Давайте мы удалим этот didbif. Кстати, видите, он удалится вместе с этими тремя пакетами, потому что они... Вот. Тут есть проблема, которая, скажем, в альтея не решена, а решена, допустим, в том же dbif. Дело в том, что когда вы удаляете пакет, вернее, когда вы ставите пакет, было бы неплохо запомнить список тех пакетов, которые вы установили исключительно по зависимости. И когда вы этот пакет удаляете, было бы неплохо их тоже все удалить. Вот. Эта палка о двух концах, потому что, например, если вы вставляете мета-пакет к db, а потом случайно его удаляете, то, видимо, вместе с ним снесется все. С другой стороны, вот если этого не делать, так как у нас сейчас в альтео устроено, то ты ставишь пакет, потом удаляешь, а что-то забываешь. И у тебя висят такие, так называемые листья, листовые пакеты, которые ты когда-то поставил по зависимостям, забыл, и они там болтаются, обновляются, не обновляются, там еще что-то, вступают в конфликт, и вот это все. Так. Итак, задача пакетного диспетчера. Построены индексов, определение дерева зависимости, вычисление списка обновлений, доставка и вызов установщика. Точно так же, если мы удаляем определение дерева зависимости и вызовы установщика на все удаляемые пакеты. Если попытаться удалить что-нибудь волшебное... Че? Че? Че сделал не так? Почему глипцы можно удалить? А, потому что вот так. Он говорит так, ну типа я хочу вам удалить всю систему, ну потому что это библиотека СИ исполняющая. Так что, значит, вы напишите вот это вот. Нет, я не буду это делать. Я думаю, что да. Почему бы и нет? А-а-а! Нет, он говорит, не хочу. Может, но не хочет. РП может. РП может, он не настолько умный. Так. У нас осталось всего 3 минуты, значит, установка не из репозитория, переезжает на другую тему, и это хорошо, потому что там мы еще по виртуалочке поговорим. Вообще, что делать с софтом, который не является содержимым хранилищем. А пока поговорим, почему это вообще может быть нужно. Да? чем хорош репозиторий с пакетным диспетчером, и чем он плох? Значит, отвечаю на ваш вопрос, почему пакет может не встать. Берем Ubuntu. Заходим на сайтик. Сайтик говорит, мы крутые ребята, мы собрали крутую программу, скорее жмите вот сюда, подключайте к списку репозиториев еще и наш. Только пара? ППА, и вы подключаете один, другой, третий, четвертый, десятый, и потом выясняется, что кто-то вот из этих прекрасных ребят уже полтора года забил на свое замечательное поделе, и у него там все, значит, библиотечки, на которых оно зависит, они все старые, и обновлять их нельзя. А все остальные говорят, что надо обновлять. Короче говоря, когда у вас репозиториев больше одного и хозяев у этих репозиториев больше одного, они могут просто не договориться. Все это волшебство, связанное с синхронизацией, одновременной проверкой, одновременным групповым обновлением, вот с этим, хорошо работает, когда комьюнити одно. Если ППАшечка, к которой вы подключились, какая-то левая, все может быть. Вот. То есть, скорее всего, дело именно в разноверсице, дело именно в том, что в разных репозиториях содержатся и одновременно у вас установлены программы, которые при, допустим, обновлении или при попытке установить, требуют что-то, что не может быть установлено, потому что другим программам нужно другое. По версиям, по конфликтам, еще почему-нибудь. Вот. Читайте внимательно. Сейчас скажу, что надо читать внимательно. Ну да, например. Вот. Можно попробовать включить вот такую штуку, debug pkg problem resolver. это при работе опта он вам будет показывать внутренне своего мозга, как он разворачивал дерево и как он принимал решение о том, что-то можно поставить или нельзя. Там будет написано, какие пакеты, только я не помню, как она включается. Можно прямо в конфиг написать, конечно. А можно попробовать опцию прямо сейчас? Давайте попробуем. А, минус о. да, во. Что там было? LEM Resolver? Да, 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 да. Получилось, нет? У меня не получилось. Что-то он, что-то он как-то мне это самое. Может быть, один, да. Какой ест? Маленький, большой? Да елки-моталки. Нет. А. Минус S, минус S, минус S, минус S, минус S. Минус S, минус S, минус S, минус S. Минус S, минус S. Да нет, во. Я садам конфигурации. Это значит, что он будет сделан. А вот это вот, собственно, стартинг-стартик. Проблем-то нету. Во. Все на самом деле было. Извините. Вот этот дамп. Все там хорошо. Вот. Просто там не было проблем, поэтому он не написал то дерево разбора, на котором он столкнулся. А вот если бы он столкнулся, то мы бы это увидели. Какой пакет он хочет поставить и почему не может. Вот. Так, мы выжали свой лимит. Чуть-чуть еще договорим вот про это. И на сегодня все. Главное достоинство вот такого древесного оформления пакета с зависимостями это повторное использование кода. У вас никогда в рамках репозитория, почти никогда, нету, ну очень редко иногда бывает, нету одного и того же кода, который скомпилирован и положен в разные места. Вы говорите, библиотека такая-то, с ней все собрано. Библиотека с СК, это с ней все собрано. Обновили эту библиотеку, хлобысь, все программы пользоваться новой библиотекой. В частности, если возникает какая-то бага, да, ну не знаю, вот с GTK 3 в очередной раз там какой-нибудь буфер оверран, что-нибудь такое, она там, значит, кушает чужую память, вот это все. Поправили эту багу и все, больше ни одна программа написана с GTK 3 в этом месте не кушает чужую память. Так что при разработке комьюнити, когда у вас комьюнити, когда у вас сообщество занимается разработкой, такая штука просто, ну, без нее очень тяжело. Второе, конечно, это объем. Вы удивитесь, как мало занимают вот такого рода пакеты. Ну, вы видели там два мегабайта программа, игрушка какая-то, семь цветов. Почему? Потому что вот эти два мегабайта это только логика игры и как бы гудят от этой игры, а все библиотеки, все эти GTK, вот это все, оно же стояло заранее. Вот. Для сравнения, обычно там, вот если вы скачиваете все вместе с библиотеками, да, то это получается такая 200 мешков, 500 мешков. Ну, типичный пример если ты выйти у подвинуться, да, они прям гигабайтные уже. Вот. Непонятно, хорошо это или плохо, то есть, если у этого есть и хорошие стороны, и плохие, это уникальность версий. У вас есть библиотека, там, не знаю, та же самая GTK 2, только одной версии. Если оно многих версий, это, в общем, нехорошо, да, потому что непонятно, какая из них правильная. Но иногда бывает нужно, потому что бывает, что очень нужная программа написана со старой библиотекой, и менять ее очень тяжело, никто не хочет, обстрим умер, вообще все. Вот. Но тем не менее, большая часть, большая часть бонусов происходит именно из-за того, что вы обновили версию библиотеки, и у вас опять ровно одна, и все собраны с ней. И тот, кто не собран, ну, старается собраться. Тем самым, вы мотивируете себя и окружающих все время идти на ногу со временем, не протухать, вот это все. Или уж, если протухло, то протухло. Да? Ну, повторяю ситуацию, когда там, вот, очень-очень нужно, ну, вот. Есть несколько библиотек, там, в первую очередь, буст какой-нибудь, которых почти всегда наличится в системе больше одной штуки. Хо-хо! Один? Ну, надо же, а поплер? А вот поплеров два. Три. О! Глядите. Сейчас. Вот он, один. Вот другой. Один 72, другой 78. Вот. Два. Вот у них версии, соответственно, 61 и 67. Они не конфликтуют? Они именно потому, они конфликтуют, что они, сейчас давайте покажу. Это mprquary, минус-минус лист. У них имена библиотек, я думаю, будут разные. Видите? Этот 172, а тот будет 178. У них все неймы разные. Проблема с поплером состоит в том, что он несовместимый обратно, как правило. Если выходит новый SNM, это значит оби-чейндж, это значит, и это значит оби-чейндж, что важно. Это значит, что предыдущие программы могут быть с новым, и они не соберутся еще. Вот. И поэтому, как правило, их несколько в системе бывает. Вот это число означает, что изменилось оби. Давайте посмотрим. А вот на конце есть с точкой 78 лист, какой-то правильный. Который точка со? Да. Значит, полиси в Altinux, по-моему, везде такое полиси, но почему-то его вендоры, которые сами делают, не соблюдают. Состоит в следующем. У библиотеки, ну, в Альте жесткого, библиотеки должно быть оби. Да, то есть с точкой со, точкой оби версии. Хотя бы ноль. Понятное дело, что когда вы собираете программу, это оби не указывается. И, соответственно, вот библиотека вот в таком формате, с точкой со, эта библиотека необходима для сборки программ. Так называемая DL версия. Как правило, это симлинк на обычную. Может быть, тут что-нибудь стоит. Сейчас, сейчас я закончу уже. Тут и была звездочка. Нет, просто DL. А, должна стоять. Ну, вот какой-нибудь любинкурсис DL. Да? Любкрип DL, например. Вот. Вот она. И это просто симлинк на соответствующую библиотеку с сонеймом. Вот. Туда же входит, туда же входит хедер файл, туда же входит pkg-конфиг файл, туда же входит документация папки. Вот. То есть, когда вы влинкуетесь, влинкуетесь просто минус L, минус L липкрипт, да? А в действительности это будет, ну, вот такое. И это, опять же, помогает, например, переходить со старых версий библиотек на новую. Когда выходит новая версия, она будет называться libcrypt.so и попытки линковаться будут с нею. А старая будет называться там libcrypt что-нибудь там 5, 6, старая. Вот. И мы сразу увидим, какие программы собираются с ней, какие нет. Что касается совместимости, да, значит, ее нужно соблюдать. Если у вас много-много-много зависимости библиотек на библиотек, то если у вас один репозиторий, в котором комьюнити работает, то все это очень круто, это можно оттестить. А если у вас их много, то могут возникнуть незавместимости между программами. И нифига никто не знает, как их тестить. Потому что одна репа, другая репа, там авторы друг с другом не общаются. Например, в Altlinux можно ставить, долгое время можно было ставить, можно ставить программы под Федору, но иногда в Федоре по-другому называются библиотеки. Или было время, когда нельзя было поставить скайп под Федору, потому что в Федоре какая-то кутешная библиотека собрана с включенным каким-то свойством, а у нас выключена. Поскольку никто ни с кем не договаривался, такая ерунда. Иногда бывает, что само дерево зависимости мешает. И вообще дерево это вам не облако тегов. Это слишком жесткая структура. Например, в Debian три вида разных зависимостей. Есть зависимости жесткие, есть зависимости предполагаемые и есть зависимости рекомендуемые. Это такой уровень настойчивости, насколько вам предлагают поставить соответствующий пакет или нет. Вот. Синхронизация. Извините. Вот. Значит, про это я уже только что говорил. Все хорошо, когда у вас одно хранилище. Если вдруг вы ставите какую-то проприетарную штуку или каких-то непонятных людей, которые то есть, то нет, то смешивание такого рода хранилища приведет к тому, что у вас возникнет разноверсица и что-то остается не будет. В рамках одного хранилища может быть такое явление, как заброшенный пакет. Вот лежит пакет, его уже там годами никто не собирает. В какой-то момент выясняется, что он всем мешает. Что надо просто удалить. Может быть, он и нужный, но монтейнера у него нету, а он хочет каких-то старых библиотек, которых уже вообще больше никому не нужно. Вот. Поэтому система пакетов и на этом мы заканчиваем. Хороша, когда у вас полностью открытая разработка, когда комьюнити занимается всем, чем она занимается, как бы каждый член комьюнити ответственный, все. Если вы собираетесь что-то скачивать, какие-то программы у стороннего диаза и запускать, начинаются всякие другие штуки, про которые мы сегодня поговорить не успели, поговорим когда-нибудь еще, возможно, прямо в следующий раз, а возможно и не. возможно мы это посетим виртуал. Вопросы? Вопросов нету. Надеюсь, что было не слишком уныло. Вот. В следующий раз тогда у нас мы возвращаемся либо к обзору... А, нет. В следующий раз знаете, о чем мы поговорим? Мы поговорим про права доступа и про то, как в современных линуксах все вот эти вот работают штуки, когда пользователям внезапно можно делать то, что нельзя. Вот. Ну, не знаю, вот вы втыкайте сканер. Он вообще говоря, ну, устройство USB, а почему вам можно пальцами в него лезть? Ну, в общем, там вот надо, вот с этим надо разбирать. Это не так просто. Окей? Значит, попробуем в следующий раз тогда поговорить про права доступа и про всякие такие вещи. Кому чего можно, кому нельзя. Вот. На чем, раз уж нет у нас вопросов, всем спасибо. Спасибо.